Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Ну, прежде всего хочу вас поблагодарить за то внимание, которое вы уделили нашей программной идее, как я сюда надену к этой двери. Программа будет проходить здесь, на территории Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, на источнике бизнеса и нового администрирования, а более конкретно на предприятии политического управления. А я как раз декором этого факультета, Чиганский Александр Николаевич. Ну и разрешите мне сегодня, открывая двери, немножко рассказать вам о том, что из себя представляет и наша Академия, и наш институт бизнеса, и наш факультет, а потом мы подробно уже поговорим о самой программе. Вот не все знают, что Академия у нас это не только самый большой университет в России, в Европе самый большой университет. 220 тысяч студентов и слушателей учатся в Академии в 46 филиалах, расположенных во всех регионах Российской Федерации. И только, да, а если взять управленческий профиль, а естественно Академия готовит управленцев для государственной службы и для коммерческих организаций, вообще получается самое большое в мире в этой сфере учебное заведение. И только здесь, на московском кампусе, 16 учебных структур взаимодействуют, все существует вместе. Они называются по-разному школы, факультеты, институты. Вот институт бизнес-силовое администрирование и БДА, это одна из таких структур учебных, это школа бизнеса, школа бизнеса Академия. Но это непростая школа бизнеса. Это самая старая школа бизнеса России. 36 лет, вот мы отмечали в конце марта этого года, еще бизнеса не было в России в конце 80-х годов. Вот первая школа бизнеса уже появилась. Точнее, она не была первой, мы были третьими, надо признаться. Но первые-то две обанкрутились в ходе исторического развития. И вот мы теперь оказались первыми. И у нас, и БДА, это самая крупная российская школа бизнеса. Более двух тысяч студентов и слушателей учатся у нас. И эта школа, которая, ну, пользуется, я бы так сказал, самой высокой такой степенью признания международного и национального. Тут преподавается первая российская школа, которая получила международную аккредитацию и ССБ. Это американская аккредитация, это высший знак качества в мире бизнес-образования. Только 5% лучших школ бизнеса мира имеют такую аккредитацию. А что касается нашей программы MBA, она имеет и британскую аккредитацию, ассоциация MBA, AMBA. И, скажем, если мы возьмем рейтинг бизнес-школ, взятый Financial Times, а это самый крутой рейтинг для бизнес-школ, то и БДА значится там на 30-й позиции в мире, 30-й рейтинг у школ бизнес-школ. Там были еще Волково, Санкт-Петербург, еще две же, вероятно, не было, но они где-то там, аккредитации рейтинг. В общем, в 22-м году в этом рейтинге, сразу в 57-й, мы перешли на 30-ю позицию, на 27 пунктов. Правда, в 23-м году британцы не взяли в российские школы бизнеса, не приняли документов на аккредитацию, потому что испугались, что мы не так сейчас покупали. Ну, вообще, документы не взяли на рынках, но аккредитации AMBA и CSB, они сохраняются, потому что надо признать, что вообще бизнес-сообщество, оно мудрее, а они, в политике, они все должны закрептить, какие-то санкции наложить, визы аннулировать, контакты все разорвать. А с вами все это было, что мы из камня и CSB получили визомление. Какие-то сложившиеся политические ситуации, мы не можем продолжать полноценного сотрудничества, поэтому переводим наши аккредитации в режим «Дорма». Это от французского глагола «Дормир», «Спящий режим». То есть, проезжать мы сюда не можем и аккредитовывать новые программы школы бизнеса, но те, которые уже аккредитованы, могут пользоваться этими аккредитациями вплоть до следующей переаккредитации. А когда будет следующая, это было нам неизвестно. Поэтому сейчас все эти аккредитации, которые у нас есть, мы свидетельствуем о нашем пункте о наличии таких аккредитаций. Вот сейчас мы подарим. Ну, конечно, надо признать, что сейчас вот эти рейтинги, это же, я говорю, аккредитации, выглядят, наверное, не так. Ярко, как это было, ну, скажем, три года назад. Но, тем не менее, мы должны понимать, что по-любому ни британцы, ни американцы своих аккредитаций, а бы кому, тем более из российских школ бизнеса, не дадут. И в рейтинге просто так не стали. То есть, это все равно свидетельство высокого качества наших программ, которые даже не дружественные страны, видишь, мы нужны признародные. Ну, и потом, надо сказать, что жизнь-то длинная. И это пройдет. И не так далек тот день, когда бывшие недруги снова станут становиться нормальными партнерами. И тогда эти аккредитации приобретут совсем другую значимость. Потому что мы знаем, что Россия ведь вышла из баллонского образовательного процесса. Значит, бакалаврские и магистрские наши программы в Европе больше проименоваться не будут. Магистрские не будут, а программы в Европе будут. Потому что их признание зависит не Аполлонии, а вот от этих, СССР и Амбар Аккредитации. Но не только речь идет о международном признании, и национальном тоже. Вот все наши выпускники, даже те, кто учится, ну, не очень, даже так хорошо, все равно получат красный диплом. Если вы говорите, почему? И закончили программу. Дело в том, что в Украине не одна же наша программа, и еще есть программа, они называются одинаково, диплом одинаковый, диплом академии. Но все-таки программы-то разные. Ну, и чтобы как-то сориентировать поступающих на программы в Ученые Советы Академии, принял решение разделить все программы ИБИ в Академии на два класса. Одни это программы международного уровня, а другие классные, очень хорошие программы ИБИ национального уровня. Ну, вот те, которые национальны, ну, вот синего цвета, а у нас программа, как и написано прямо в дипломе, да, соответствует международным стандартным качествам. Ну, соответственно, диплом получается красный цвет. Ну, все это, конечно, интересно. Рейтинг, это гравитация, цвет диплома, но, конечно, самое-то главное, чем должна гордиться, что в бизнесе, это прежде всего успехи и достижения для выпускников. Нам здесь есть чем гордиться. 191 наших пунктов, нет, почти 200 человек, входят в топ-1000, рейтинг такой есть, топ-1000 российских нанжеров. Ежегодно Ассоциация нанжеров России обои. Кто ли этого конкурса? Вот, 191 наших пунктов, и там все поименно. Значит, на сайте у нас мы гордимся нашими выпускниками, и они отвечают нам взаимностью, потому что есть такой рейтинг, рейтинг школ бизнеса, это российский рейтинг. Ну, самый такой, наверное, известный, называется народный рейтинг программы MBA. А народный, потому что он формируется на зоне вопроса выпускников. Этот рейтинг формируется Лигой MBA, так называемый. Ежегодно. Его уже 14 лет, все годы, как существует этот рейтинг, и MBA традиционно там на первом месте, причем с отрывом лидирует по двум основным показателям. Это показатели роста доходов выпускников и карьерного роста в течение двух лет после окончания программы. Ну, MBA это большой институт, большая школа, у нас несколько факультетов, у нас есть факультеты, на которых учатся студии, вот и школьники, дети. Пришли, поступили в бакалавриат, потом в магистратуру, а наш факультет, факультет стратегического управления, это факультет особый. И в особенности в том, что у нас студентов нет вообще. Потому что все, кто у нас учатся, а это тысяча, где-то порядка тысячи у нас студентов, более тысячи студентов и слушателей, а не слушателей только, больше тысячи, потому что все, кто у нас учатся, это взрослые люди с высшим образованием, все совмещают работу с учебой, и все уже когда-то были студентами, поэтому не студенты, мы уважительно называемых слушателей, это слушатели наших программ. Ну и для наших взрослых слушателей мы проводим 10 таких серьезных, долгосрочных программ управленческого образования. Среди них есть магистрские программы по направлению государственное и муниципальное управление и по магистратуру. Хорошие такие фундаментальные программы с глубокой такой теоретической и научно-исследовательной компонентной с магистрской диссертацией. Классные программы. Но, конечно, надо признать все-таки, что глубинная теория это не самое сильное наше свойство, потому что мы практики, мы школа зрительства. И вот среди таких практико-ориентированных программ развития по образованию можно выделить наши программы экзеки тех людей и стратегии ридерства. Вот целый парк серии у нас такой есть программа профессиональной переподготовки, готовят специалистов по маркетингу, управлению продажами на программе коммерческих директора. Вот начинающие предприниматели есть программа, готовят специалистов по операционному менеджменту, по управлению проектами и продуктами. Но самая такая наша популярная программа это конечно программа Индии. Более 600 слушателей на разных потоках, на разных годах обучения, на разных форматах учатся у нас одновременно на этой программе. И в чем же секрет популярности вот этой нашей программы Индии? Ну научным консультантом нашей программы является такой известный учебник, гуру менеджмента, выдающийся специалист, многие знают его, даже вот можно видеть его фотографии, из как Петро Надизасов. Его книги по управлению это бестселлеры, переведи на русский язык, несколько, наверное, полтора десятка его книг. Он в частности является автором теории жизненного цикла организации. Вот здесь на слайде как раз схематически изображена эта концепция жизненного цикла. И вот согласно подходу Адизаса, согласно вот этой концепции, на разных стадиях жизненного цикла организации, на разных стадиях экономического цикла, необходимо использовать различные управленческие инструментарии. Те инструменты, технологии управления, которые классно проявили себя, скажем, в условиях экономического подъема, могут оказаться губительными в период кризиса. Здесь нужны иные технологии, технологии антикризисного уже управления. и нужно вовремя увидеть предвестники начинающего спада, чтобы перестроить свою управленческую систему, инструментарий адаптировать к этим изменениям, чтобы превратить вот эти негативные средства или кризиса в возможности для роста своей компании. Нужно вовремя увидеть, когда дно кризиса пройдено и начинается подъем, чтобы опять вовремя адаптировать свой инструментарий к грядущим изменениям и сделать мощный рывок в период начинающегося подбора. Потом нужно сказать, что последние 10 лет вообще очень обострилась конкуренция на рынках традиционных товаров в общем. Ну просто как оттуда рвут себя друг друга рвут с конкурента в красном от их собственной крови и океане бизнеса. И задача состоит в том, чтобы уйти вот из этой лобовой и острой конкуренции найти новые рыночные ниши, где никакой посторонний еще нет, а не долго туда еще не придут. Выйти в лагуны и сказывать океан в лагуна океан в лагуна. Ну понятно, что я пытаюсь образно представить немедикую стратегию Глубого океана. И вот лет шесть. Вслед за Гарвардом, вслед за несколькими лучшими европейскими школами бизнеса и первыми в России мы внедрили в нашу программу компьютерную симуляцию стратегии Глубого океана, разработанную специалистами школы бизнеса НСИА. Эта компьютерная симуляция, компьютерная игра как раз ориентирована на принятие нестандартных управленческих решений в сложных меняющихся средствах. Всегда на ура проходила эта игра на нашей программе, но вдруг неожиданно пару лет назад она засверкала совершенно новыми красками. Дело в том, что в силу известных причин западные компании многие покинули Россию, в связи с тем, что в результате санкций импортные потоки многие прервались, изменили направление свое, как-то возьмем сами собой вот эти новые рыночные ниши, только нужно их увидеть, нужно заходить туда, но заходить нужно технологично, объединяясь для этого с партнерами, отодвигая конкурентов, адекватно оценивая риски, просчитывая эффективность, экономическую эффективность своих действий. Так что игра теперь просто ну как бы еще получила второе дыхание в развитии этого покиона. Потом мы же все видим, что в последние годы нарастают темпы технологических изменений, в том числе изменений в управленческих технологиях. Появляются новые технологии, технологии стратегического прорыва просто. Дезраптив технологии, то, что называется. И наша программа, она акцентирует внимание именно на возможности использования в управленческой деятельности вот этих самых новых и прогрессивных технологий. Акцентирует внимание на возможности автоматизации управленческих функций, использования искусственного интеллекта, технологий TNT, Data Science, на цифровых технологиях, на достижениях нейронаук, нейромаркетинг, нейроменеджмент, на технологиях гибкого agile управления. Ну и последнее, что хочу сказать. Действительно, жизнь меняется здесь. И появляются новые управленческие технологии, инструменты, и знания, и навыки, полученные на программе мастер-классы, вот как сохранить эту актуальность. И решая эту проблему, мы запустили новый проект. Значит, актуальность знаний, полученных на империи. Теперь, в течение пяти лет, после окончания программы, каждый наш выпускник получает возможность посещать мастер-классы, которые проводят самые крутые эксперты, именно вот в этих областях, в которых и появляются новые управленческие инструменты. В общем, что я хочу сказать? Программа интересна. Сбросите мне лет 35, я бы сам пошел на девочек. А сейчас о программе вам более подробно расскажет директор Татсуева Вероника Александровна. Павел 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 Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Позвольте мне в свою очередь поприветствовать вас, поблагодарить за интерес правильных нашей программе и за то, что, несмотря на сложные по новой году, мы все-таки нашли время и возможность доплыть к нам на нашу встречу. Я попробую немножечко открыть за земли, с Александром Николаевичем стратегично рассказал о нашей программе, а я на уровне ниже сейчас включусь и попробую ответить на вопросы, которые, как правило, интересуют тем, кто ищет для себя какую-то программу образования. А что интересует любого человека, который собирается учиться? Чему его, собственно, будут учиться? Как он будет учиться? Кто его будет учить? И с кем ему придется учиться? Вот на эти вопросы я постараюсь ответить. Ну, прежде всего, по, собственно, сути, по логике программы. Я, естественно, не собираюсь перечислять весь набор дисциплин, которые ходят в учебный план. Тем более, что у вас есть разношные материалы, там все достаточно подробно расписано. Я просто хочу очертить логику, потому что мы говорим с вами о достаточно длинной программе. Длинней программе это не отдельные тренинги, которых у вас наверняка много уже было. Это все-таки целостная системная программа, поэтому она все-таки должна выдерживать определенную структуру и логику. Поскольку все, кто приходит к нам на программу, это люди с самым разным образованием. Прежде чем мы начнем погружаться в какие-то специфические вещи, профессиональные, узкоспециализированные вещи, нужно создать некую общую стартовую площадку, некий язык хотя бы общий, то есть такой минимум базовых знаний, то с чего начинается программа. Правовая среда бизнеса, управленческая экономика, финансовый учет, то есть основные подходы, которые потом будут применяться и которые потом будут уже заземляться на какие-то конкретные истории. Дальше блок специально профессиональной дисциплины, условно мы их называем, поскольку опять же очень часто у тех, кто приходит к нам на программу, приходится слышать, что я там все прекрасно знаю про маркетинг, я им занимаюсь мне уже кажется, что всю жизнь как родился так же что-нибудь продают, но я вообще не знаю, как с финансистами разговаривать, а с айтишниками вообще. Вот я хочу представить бизнес как единый организм в целом. Поэтому независимо от того, чем вы занимаетесь, где вы дальше планируете свое развитие, для всех блок специально-профессиональных дисциплин, в которых стратегическим управлением персоналом, маркетинг, ну и так далее, организационное поведение и так далее. То, что необходимо для того, чтобы действительно представить организацию как единый комплекс. А дальше мы рассловимся на специализации. У нас достаточно богатый пейшинг специализации, я чуть позже о них подскажу, но, собственно, это уже заточено под конкретной функциональной историей в сфере маркетинга, операционного менеджмента, блоки. В зависимости того, чем вы занимаетесь, где вы видите свое дальнейшее развитие, где, как вам кажется, вам хотелось бы лучше погрузиться, потому что чего-то там до счастья нет, вы можете выбрать одну из этих специализаций, и, собственно, здесь группа расходится, и каждый идет в свою маленькую группу, где слушают те ступени, которые положены выбранной ему специализацией. после специализации мы, собственно, возвращаемся опять в группу общую, и там еще достаточно объемный блок, условно, мы его назвали практически инструменты управления, но в значительной степени это блок, связанный с личностным развитием руководителей, лидерство, техника, присоединился.